Всем привет! Сегодня 26 октября, вы с Олегом Соскиным, 26, 20, 23 год, на моем канале Большом. Знаете, так как раз просмотрел вот эту информацию про то, что как осуществляют уничтожение, фактически физическое уничтожение Игоря Коломойского. Ну, это просто безудержное, как это назвать, это сознательно продуманные пытки, сознательно продуманные пытки, можно сказать, это сознательное истязание, это преступление против человека, физическое, психическое, эмоциональное, юридическое преступление. Причем в таком открытом, безостенчивом, наглом, вероломном виде Иначе не могу сказать И дело не в том, что это Коломойский или кто-либо другой Или Князев там, или это Тупицкий и прочее Можно говорить, что что угодно Но когда начинают людей, оппонентов, вот таким способом убивать, уничтожать Причем уничтожают же крысы Это обыкновенные мыши, крысы, навозные всякие твари, черви Потому что они же не могут в прямом бою с ними сражаться, с этими, кого сейчас уничтожают Не могут, правильно? Они используют так называемую репрессивную мощь, карательную мощь государственного аппарата Который они захватили антиконституционно Потому что в Украине антиконституционный мятеж совершил Это 100% Читайте пятую статью, все прямые статьи, там четко написано Что сегодня власть в Украине неконституционная Это даже не надо быть каким-то там очень знающим человеком Это элементарно понятно Элементарно понятно В Украине десятки тысяч политических заключенных Украина это концлагерь имени Зеленского слуг народа Почему? Потому что мужчин не выпускают Нигде такого быть не может Это абсолютно неправомочно, неправомерно И прикрываться там всякой чушью, что это вот надо защищать Там патриотический долг выполнять Это чушь собачья Еще раз говорю Самое главное это права человека Все Жизнь человека, свобода человека, право выбора Все остальное это похитне Все остальное похитне Все Поэтому не давать мужчинам выехать со страны Разбивать сознательно семьи Уничтожать процесс воспроизводства населения Украинской нации, этноса Это уничтожать с помощью своих решений Частную собственность, где люди жили Уничтожать предприятия Провоцировать врага Чтобы он наносил удары по городам Украины Причем это, ну то же Зеленский делал Украина не может воевать сейчас У нее нет средств и сил воевать с агрессором Да, нет Есть хищник, да Есть Путин, да А есть ненормальное абсолютно руководство Российской Федерации Кагибисты Обыкновенная кагибистская шобла Ну и что? Ну и что дальше? Конечно, Порошенко Ахметов должен за это отвечать За то, что происходит Потому что это при них тоже было При Ахметове было При Кучме, при Пинчуке Они должны тоже отвечать Получается, а виноват оказался Коломойский Самый виноватый Тот, который Благодаря которому вообще функционирует сегодня Украина Благодаря ему не захватили Одессу, Николаев, Херсон Не захватили Днепропетровск Харьков не захватили Он с Кернесом говорил тогда Вот И его сегодня посадили в тюрьму Человека абсолютно на резкое ухудшение здоровья Вообще по всем показателям Его под домашний арест браслетом не выпустили Вы что делаете? Вы что делаете? То есть требуют от него деньги Что он должен денег давать? Кому он должен давать деньги? За что? Залог Какой залог? Где вы все были, когда этот Коломойский боролся И у него забрала Москва, Путин, забрали эти банки все И Мосприват забрали И Крымский приват забрали Все И его просто грабили Что он делал там это Какие-то, так сказать Как это называется Сложные комбинации Так все делают А кто их не делает? И Трамп делает И делал, и делает А и сын Байдена делает Хантер вместе с Папаней И со своим братиком Байденом Вы что? Так, а чего же вы тогда этого Байдена Никто не посадил? Он сейчас Зеленский Трампа сделал Из-за Зеленского Трампу делала Пелоси И Нижняя Палата Несколько раз импичмент Кто в этом виноват? Зеленский? Порошенко? Кто? Ребята, вы что делаете? А Шохина кто снимал? Порошенко? А чего ж Порошенко до сих пор на свободе? В Ютуб он жалуется Что не те названия даются В роликах и так далее А? Что такое? Что за... Что Порошенко снова хочет в президенты идти? Или как? А может ему надо в другое место пойти А не в президенты? А Коломойского? А кто Приватбанк с Гонтаревой забрал У Коломойского? Это не экспроприация была? Это не грабеж среди бела дня не был, да? Сегодня Украина функционирует Благодаря Приватжи Банку А Приватбанк кто создал? А? Не Дубилец Коломойский Мы и Боголюбов, нет? То есть, ребята, вы с ума посходили У вас в головах совершенные какие-то Там вместо мозгов что-то другое Там вам туда ввели какой-то раствор Который у вас там в головах находится То есть, ну, конечно, самое отвратительное Это поведение Зеленского Его жены, его окружения Ермакатов, уже этих шиферов Если бы не Коломойский Так вас бы близко не было Вообще бы вас нигде не было Вы вообще были где-то там Под этим самым Под плинтусами находились Поэтому Это событие Из ряда вон выходящее Из ряда вон А если учитывать вот эти статьи Что все СБУ И весь сектор безопасности Украины Полностью контролировался Как я вам в тотний раз это говорил В своем видео ЦРУ МИ-6 и прочими спецслужбами То тут вообще ничего не Как бы Все понятно и так То есть, Украина В этой форме Как она сейчас функционирует В этой модели Власти Управление Она уже все Она уже не может Дальше существовать Необходимо принимать Серьезные решения Но кто их будет принимать Люси Арестович Или кто Которого сейчас он там Страна Юай И прочие там Рекламируют Ссылаются Цитируют его Вы что Совсем обалдели Арестович будет руководить Президент будет Или кем С Гордоном вместе Или с кем Или по этого Яценюка Главного Архитектора С этой стены Позову А Это просто Продолжение Безумия Безумия на безумие Безумия на безумие Но По делам Узнаете их По делам То есть Коломойский Если брать Вот на Весах То что он Сделал для Украины Для народа Украины И то как он Делал бизнес То конечно Это вклад Огромнейший Огромный Благодаря ему Фактически Не была Захвачена Украина В 14-15 Годах Это 100% Не Порошенко Это сделал А Коломойский За это его Хотят уничтожить За это его Байден конечно Забрать у него Файлы хотят Сгноить его Хотят Чтобы он Уже там Вообще Как говорится Ушел из жизни Но ребята У вас ничего не получится У вас ничего не выйдет С Зеленским А будет так Говорят Не суди Да не судим будешь Вот то как ты с ним Сейчас делаешь Так и с тобой Потом будут поступать С женой твоей С Ермаком Так будут поступать С Шефирами Будут так поступать Еще и Малюка Такая судьба Будет ждать Буданова И все Кто вот сегодня Вот это делает Вас с вами тоже будет А как с Тупицким Вы поступаете Вы думаете Вы ж не победите У вас уже все Уже после того Как произошло Избрание Джонсона Майка этого В Америке Уже все Можно брать Так сказать Белые тапочки Зеленскому Белую простынь И так Проситься туда Куда-нибудь В какое-то место На покой Вот и все Это ж Понятное дело Все уже Вот Такой Может он Не лесоприятный Такой анализ Но лучше Как говорится Правда Чем вот эта Сладкая ложь И так уже Весь Зеленский Облизанный А представляете Какая будет У него катастрофа Причем он не скроется Володя дорогой Ни ты не скроешься Никто не скроется Потому что Столько крови Пролилось Столько Струданий Ущерба Столько уничтожения Что Это уже Неминуемо Придется Пока можешь Отскочить Еще Можешь Еще есть Несколько у тебя Так сказать Актов Чтобы отскочить А не отскочишь Значит уже все То есть ситуация Каждый день Становится хуже 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 Сейчас делаю вам Про Так сказать Линию фронта Там вообще Ситуация Препоганная Практически За Коломойского Отвечать Придется Всем Кто его Над ним Отечинит Беспредел Всем Абсолютно А те Которые Выполняют Приказы Зеленского Ермака И те Кто за ними Стоит По уничтожению Вы будете Первыми Кто заплатите Первыми Заплатите Фамилии же Ваши Известны Это сейчас Вы вроде Под прикрытием Ну Глупенькие Посмотрите Как оно Все перед вами Было Никто Не смел Удрать А вы Так тем более Вы что Что же Вы творите Подумайте Подумайте Что вы творите И о том Что потом Случится Всегда Обязательно Так случается По другому Не бывает А тем более Сейчас Концлагеря Тюрьмы Долго Не живут Увидите Вы с Олегом Соскиным До новых встреч На моем Большом Канале